Вопрос-ответ, и сегодня я красногубка. Сексуальная энергия – все, что вы о ней думаете, про мужское и женское воздержание. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, достаточно просто заглянуть в мужской или женский монастырь. Что мы там увидим? Одну сплошную перверсию. Когда сексуальное здоровое желание подавляется на протяжении долительного времени, оно имеет тенденцию выходить в очень искаженно извращенном виде. А особенно, если мы посмотрим мужской монастырь. И вы помните все эти библейские писания. Я уже не раз рассказывала, что за жуть вообще, и кипиш, и кошмар там вообще прописан. Почему? Потому что у людей попросту происходил на протяжении длительного времени сильнейший сперматоксикоз. Не говоря уже с биологической точки зрения, что это очень опасно длительное сексуальное воздержание, может провоцировать застойные явления, как у мужчин, так и у женщин. И спровоцировать любые воспалительные процессы, понимаете? Поэтому ничего хорошего в области малого таза, ничего хорошего в длительном сексуальном воздержании нет. И это фантазии все какие-то дикие, да? Какая-то энергия особая и так далее. Дальше. Второй вопрос. Как нормально общаться, если мама с сестрой все время меня высмеивает? Обратите внимание, есть такой тандемчик. Мама с сестрой, две подружки или кто-то в группе, да, объединился против вас. Очень часто выбирают найти козла отпущения. Тем самым вместе они начинают заниматься буллингом, они начинают издеваться над кем-то. И это издевательство их как бы может сплотить. Обратите внимание, это очень часто видно в группе. Типа давай поприкалываемся над ней, мы с тобой сблизимся в этом, да? Мы вот как бы все наши какие-то негативные эмоции, все наши разногласия будем куда-то туда, вот в третье лицо, вот в этот коридорчик сливать. И это вот можете оказаться вы. Это один из вариантов, почему это может происходить, почему они выбирают стебаться над вами, мама с сестрой, да? И это длится на протяжении очень-очень-очень-очень долгого времени. И уже такой совместно с такой, ну вот уже сработанный паттерн, так сказать. Они уже вот на этом сплотились, на том, что они издеваются над вами. Это один из вариантов. И второй момент, что я тут могу порекомендовать. Можно чуть-чуть дистанцироваться от них, чуть-чуть дистанцироваться. И пресекать это. Не просто терпеть и просто обижаться, а мгновенно отреагировать. Вот попробуйте в следующий раз подготовиться к этому, да? Стоп, а что это сейчас происходит? Потому что, скорее всего, они этого не отслеживают. Когда люди издеваются над кем-то, и это переходит уже в их привычку, это уже стиль жизни, стиль общения, как правило, они этого за собой не замечают. И это нужно озвучить. Тогда они больше будут видеть это в себе, и им чаще удастся это контролировать, понимаете, да? Вот как минимум вот это нужно сделать. И дальше посмотрите, нет ли такого в других отношениях. Не провоцируете ли вы попытку поиздеваться, посмеяться над вами у других людей. Потому что может быть так, что вы каким-то зачем-то образом смешите их, как клоун, к примеру. Демонстрируете им какое-то жертвенное поведение. Может быть, демонстрируете им какую-то нелепость. То есть по какой причине вы можете приглашать людей к вот этим насмешкам. Что именно происходит? Вот понаблюдайте. Не только в отношениях с мамой и сестрой, но и в отношениях с другими людьми. Это будет очень полезно. Так, не хватает разврата. Моему парню 26 ведет себя как дед. Что делать? Дело в том, что он 26 ведет себя как дед. Есть такая категория мужиков, которые родились уже дедульками маленькими. Что с ним надо делать? Его немножко нужно простимулировать. Он успокоился, по всей видимости. Он думает, что вы никуда не денетесь, не исчезнете. И вот все, жизнь так и будет такой, как бы привычная такая, рутинная колея. Но уж нет. Вы по какой-то, в какой-то момент нужно задержаться, прийти чуть попозже. Может быть, вы придете с какими-то цветочками. Или вы с кем-то как будто бы переписываетесь. Кто-то там вам решил позвонить и так далее. Его чуть-чуть нужно запустить как бы в некоторый тонус. Задать ему такую какую-то рабочую позицию. Потому что он уж слишком расслабился. А быть такого в 26 лет не должно. То есть, если он в 26 лет превратился в дедушку, что говорить про 36 или 46, ну и вообще. Поэтому его немножечко надо простимулировать. Чтобы он чуть-чуть как-то зашел в небольшую ревность, хотя бы в какую-то агрессию. Какой-то тонус энергетический почувствовал. Живу с парнем, хочу уехать учиться в другую страну. И не знаю, как ему сказать. Мне 21 год. Как уехать? Ну, во-первых, если он вам дорог, то вы можете предложить уехать вместе. Объяснить перспективы, допустим, его развития в этой стране. Например, любимый, мы с тобой поедем в сказочную Америку. Ты, владя Америке, сможешь поступить туда-то, туда-то. Учиться работать там-то, там-то. Возможно, у него тоже такие же перспективы, как и у вас будут в этой сказочной стране. Если же у вас нет желания его брать, потому что он, в принципе, уже вам не нужен, то, ну, тут вопрос как бы исчерпан, правильно? В 21 год ему, скорее всего, тоже не 51, он, скорее всего, тоже молодой человек. Он успеет найти себе другую девочку. В чем проблема? Но вот один из вариантов – это позвать его вместе с собой. В крайнем случае, если получается так, что вы его любите, он очень хочет остаться в России, вы очень хотите уехать куда-то, то вы можете сказать, что я просто уеду на несколько месяцев получить английский язык. И вот это постепенное дистанцирование, постепенная такая переписка – это как бы может многое что прояснить. Возможно, он поймет, что он хочет к вам, и он приедет к вам. Или вы поймете, что вы уже вообще встречаетесь с другим человеком, больше вам не нужен. Вот эти два месяца, как бы обучение там иностранного языка за границей, они могут прояснить очень много что, чего не видно сейчас. И это менее болезненно. То есть я не просто тебя бросаю, любимая, а я уезжаю там на месяц, там на 20 дней, на 2 недели, неважно. Короче говоря, куда-то там учить английский язык. Вот такой есть вариант. Как забыть бывшую девушку, своего парня? Она давно не угрожает нашим отношениям. Дело в том, что бывшие девушки вашего парня, они стимулируют испытывать к парню, к вашему, сексуальное влечение. Вы не просто так бессознательно, это как правило происходит, удерживаете какую-то соперницу на стороне. Она стимулирует вас быть в каком-то тонусе. Вы постоянно имеете вот этот внутренний спарринг, какую-то хорошую такую злость, боевую готовность. Вам хочется в социальных сетях демонстрировать какие-то свои успехи, показать, смотри, я лучше, чем ты. Вот эта конкуренция такая женская. Опять же, молодой человек кажется более привлекательным, что ага, он был нужен ей, значит, он мне еще сильнее нужен и так далее. То есть его ценность возрастает, пока удерживается ревность вот к этой девочке. Соответственно, задайте себе вопрос, что обеспечивает, какие потребности закрывает вам эта соперница, которая давным-давно не угрожает. Для чего вы удерживаете эту какую-то страсть, вот этот огонек, зачем он вам? Для чего это идет внутренняя борьба, война и игра с какой-то мнимой соперницей? Потому что вы увидите, что она действительно очень много что делает, очень много какой-то вторичной выгоды от нее. Молодой человек хочет в новом доме сделать две раздельные спальни. Почему? Это не очень хороший сигнал, если ваш мужчина хочет спать от вас раздельно. Ничего хорошего в этом нет. Конечно, может быть, он насмотрелся самые разные какие-то тренинги, которые рекомендуют спать со своей женщиной раздельно. Конечно, может быть, и он чего-то такого начитался. Однако это маловероятно. Скорее всего, хотя почему? Это может быть одно и другое. Одно другому не противоречит. И второй момент. У него есть свои собственные потребности, которые он хочет удовлетворять. Чтобы вы ему не мешали. Возможно, он будет смотреть какую-то порнографию. Это какая-то его фантазия, мастурбация. Он хочет отдельно спать. Он хочет о чем-то другом мечтать. Он хочет играть в компьютерные игры. Он хочет, может быть, я не знаю, покурить гашек в окно. Может быть, он хочет с кем-то попереписываться, поболтать по телефону. То есть в любом случае нет ни одного «за», чтобы это как-то вам помогло. И это очень и очень плохой сигнал. Вы потихонечку превратитесь в соседей, в чужих людей. И ни в коем случае нельзя идти у этого всего на поводу. Более того, это очень яркий звонок о том, что он не боится вас потерять. А такого быть не должно. Ваш мужчина должен побаиваться вас потерять. То есть вы должны представлять для него большую ценность и большую честь вообще проводить с вами ночь. А если он не собирается проводить с вами ночь, это повод задуматься, нужен ли вам этот мужчина. Это раз. И повод задуматься над тем, что вы немножечко неправильно себя ведете. Вы слишком в доступной, так сказать, ну, слишком большой доступности. Он присытился. А это очень плохо. Он не должен быть присыщенным. Он не должен пережирать, так сказать. Он все время должен находиться с чувством легкого голода. Понимаете, да? Тогда у него не будет возникать этой потребности, атак. Он хочет, как будто бы вы его немножко задушили. Он от вас устал. Сколько это может продолжаться, да? И это все понятно. На самом деле, особенно, когда ты живешь очень долго с человеком, вот я просто мечтаю о том, чтобы у меня была своя спальня, чтобы ко мне никто не заходил. Отвяжитесь от меня все. Мне хочется открыть окна, достать свои беруши, маску для сна, свои подушки. Ну, я понимаю, что это путь в никуда. Нехорошо. Как бы это не здорово для отношений. Это просто сделает меня с моим супругом просто какими-то соседями. Понимаете? Ну, это все по квартире. Поэтому, как бы кому это делать не хотелось, делать вот этого категорически не нужно. Все. Когда люди спят вместе, просто должна быть большая, огромная кровать. На кровати должны быть два матраса. Понимаете, да? Что когда один переворачивается, второй не подпрыгивает. Чтобы никто никого не скидывал. Можно сделать два раздельных одеяла. Или одно огромное одеяло. То есть это должен быть прям настоящий сексадром. Но при этом пара должна ночью находиться вместе. Все. Они своими биоритмами, они своими телами, своей какой-то энергией сродняются. Это помогает им очень идти в верном направлении. Понимаете, в чем дело? Вот и все. А так, а, ты на втором этаже, я на третьем. Ну, ладно, сосед, привет, как твои дела? Ты там в 2 часа ночи спать ложишься? А, ну, я в 8 ложусь. Ну, ладно, проснешься вообще, напиши мне. Ну, и что это? Поэтому это повод задуматься. Повод вообще побеспокоиться. Отказала парню в поцелуе на втором свидании. Он пропал. Почему? В большинстве случаев мальчики пропадают вне зависимости от свидания. Или был какой-то секс очень быстрый ранний. Или же просто ничего не предвещало беды, и он пропал. В большинстве случаев все-таки это потеря интереса. По какой-то причине его не зацепило, его не вштырило, ему не вкус. Ему не хочется продолжения банкета. Это в большинстве случаев. В гораздо меньшем проценте человек может испытывать какой-то страх. Ой, блин, да я так у меня описи маленькая, денег у меня мало. И вдруг она у меня увидит, а я какой-то задрот. У меня и машины нет нормальной, и вообще все не так. Я ее как будто бы недостоин. Но это все-таки в меньшей степени, вероятно. В большинстве своем все-таки такие основательные 80% это отсутствие интереса к девушке, если мужчина исчезает. Ровно так же, как и вы. Вы спросите себя, почему вы не хотите встретиться с мужчиной. В большинстве случаев вы не хотите встречаться с мужчиной, потому что он у вас не зацепил. И только в единичных случаях вы не готовы с ним встречаться, потому что вы там чувствуете, что какие-то сиси маленькие, у меня ноги кривые и так далее. Погнала, да, все. Вот, поэтому вот так. Почему он пропал? Вот я отвечаю на ваш вопрос, почему он пропал. Стоит оставаться ради детей в семье. Это можете решить только вы. Однако помните одну очень важную вещь, что бывает часто, это отговорочка. Я живу с ним из-за детей. На самом деле дети вырастают, и вы пытаетесь родить еще одного. Или дети вырастают, и вы продолжаете все равно с ним жить. Это очень часто такая как бы самообманщик, ловушечка такая. То есть дети тут вообще ни при чем. Вы просто по какой-то причине хотите жить с этим человеком. Потому что это очень удобно, комфортно, безопасно, стратегично и так далее, планомерно, все ясно, понятно и определенно. Вот и все. То есть какая-то зона комфорта, поэтому привычная. Вы продолжаете в ней оставаться. В противном случае, ну вот я не знаю таких прямо стопроцентных семей, где я терплю все ради детей. Но сейчас уже не то время, чтобы как-то дико терпеть все ради детей. Вот и все. Мало кто вам скажет из этих детей, мамочка, спасибо, что ты уж жила с моим папкой. Опять же, каким папкой? Папка папки рознь. То есть это такая ситуация очень-очень неоднозначная. Папки какой? Абьюзер, наркоман, алкоголик, да, и ты жила с ним ради нас. Какой смысл? Ты нам наоборот отравила это детство, живя с ним, допустим. Образ того показательный семянин, другая уже история. Финансово, например, состоятельный человек. Может быть, это действительно может быть роковой ошибкой вообще. Шли я под хвост попала, захотелось 35 лет за гул пойти, познакомилась с Володенькой, и у нас все так хорошо, а дома трое детей. Да, я знаю, у меня очень хороший, богатый муж, его дети очень любят, но я побежала, я побежала. Это смешно, это абсурдно, и мы уже это обсуждали с вами много раз. Поэтому отец, отцу рознь, и вообще ситуация с ситуацией тоже рознь, вы понимаете. Поэтому нужно взвешивать все за и против. Но вот это вот «ради детей» – это очень громкая такая фраза. Должны ли видеться дети от разных браков, и какая им польза от этого? Желательно, да. Вообще, что чем больше у вашего ребенка будет по жизни близких людей, не просто друзей, приятелей и коллег каких-то, а действительно близких, и почему очень важно, чтобы ребенок поддерживал отношения с бабушкой и дедушкой по одной стороне, и с бабушкой и дедушкой по другой стороне, и по папе, и по маме. Если есть какие-то прабабушки, замечательно, какие-то племянники, сестры, братья, вот чем больше, тем лучше, потому что жизнь очень длинная. Мы не знаем, вот мы как родители, как долго мы пробудем на этом свете, но у нашего ребенка должны быть близкие люди. Это должна быть какая-то поддержка, подмога, опора, он должен четко знать. И чем раньше они будут дружить, тем более вероятно, что эти отношения продолжатся и во взрослой жизни. Им будет гораздо проще находить этот общий язык, нежели когда они познакомились. Привет, а ты мой брат, оказывается, сводный, а нам с тобой по 35 лет, но мы чужие люди, видишь, нам и не о чем поговорить. То есть когда дети начали общаться в пятилетнем возрасте, конечно, они могут вырасти близкими людьми. Вот у меня есть родная сестра по папе, кстати, я ее видела дважды в жизни. Ну и что, ну вот мы встретимся сейчас, и мы совершенно посторонние люди, а зря. То есть в моей жизни она бы могла быть для меня близким человеком. Но вот не сложилось, потому что наши родители для этого ничего такого не сделали. Понимаете, да? Поэтому будет здорово, вы к свекровке отправили ребенка своего, и та страна отправила к свекровке. Вот они у свекровки все лето тусуются в огороде. Понимаете, да? Это будет их очень активно сближать. Так, потому что когда ты живешь эту жизнь, ты все больше и больше понимаешь, боже мой, как мало близких людей осталось в моей жизни. Как хотелось бы, чтобы их было больше. А вот и позвонить-то некому. Вот чтобы этого не происходило, нужно думать об этом заранее. Как побороть стеснительность в коллективе парней и девушек? Как ее побороть? Очень просто попрощаться с перспективой. Дело в том, что мы стесняемся только по причине того, что мы наделяем эту встречу перспективой. Мне важно, что будет потом. Что они будут думать? Что они потом будут говорить? Захотят ли они потом иметь со мной дело? Чем это потом для меня обернется? И вот эта перспектива, будущее, вот эта стратегия вперед, которая просчитывается, она отравляет нам вот это настоящее. Для того, чтобы утратить это напряжение внутри себя, нужно просто попрощаться с этим, с идеей будущего. То есть я вижу этих людей в первый и последний раз. Вот как должен невротик настраивать себя на любые какие-то очень важные звонки, какие-то совещания, мероприятия. То есть везде, где нарастает эта тревога, важно утратить важность этого события. Все, мне не важно, мне не важно. Я не готова за этого человека выходить замуж, я не собираюсь с ней дружить по жизни и так далее. Все, я вижу их первый и последний раз. Вот такое как бы вы даете себе разрешение на вот этот внутренний комфорт, что вы делаете то, что считаете нужным в этот момент, понимаете, да? Так, хорошо, следующий момент. После секса теряю интерес к парням, чувствую пустоту и отвращение. Как с этим быть? Это очень распространенная ситуация. Я предлагаю вам просто взять листик и прописать, что если, а что если все будет хорошо, если я не утрачу этот интерес, если он будет мне приятен, если я в него влюблюсь, и у нас все будет хорошо. Потому что, как правило, вот у такой вот фразы, да, что я теряю к ним интерес, есть большое количество самых разных страхов. Начиная от того, что я боюсь быть брошенной, я боюсь, что это он испытает ко мне подобного рода отвращение. И чтобы ни в коем случае он меня не отверг, он не сказал, фу, как от нее невкусно пахнет, да нафиг я вообще ей позвонил, чтобы он ни в коем случае во мне не разочаровался. Сейчас я быстро-быстро-быстро-быстро могу его опередить. Очень мгновенно в нем разочаруюсь до тошноты. Все, и сама встречаться с ним не буду. Я первая отвергла тебя. Ты уже не успеешь сказать, что я какая-то помойка, помоечная баба. Все, я первая. Это ты мне не нужен, а не наоборот. Вот, как правило, такого рода страхи за этим стоят. Или же, например, ну, а вдруг все сложится, как в моей семье. Вот как в моей семье. Вот маму без конца, вот папа обманывал. Вот у мамы без конца были какие-то побои, или попойки, там, или еще что-то. То есть у этого есть страх за будущее. Понимаете, да? Поэтому идет это отвращение. Также хорошая рекомендация сюда. Попрощайтесь с этой перспективой. Наслаждайтесь этим сексом здесь и теперь. Не нужно думать, что вот этот мужчина, он мой будущий муж, допустим. Или бы мне хотелось каких-то отношений. Все. Сфокусируйтесь исключительно на самом сексе. И наслаждайтесь именно им. Все. Без всяких, если, а кабы, да кабы. Понимаете, да? Тогда все будет гораздо проще. Так. Нужно ли спрашивать у мужчины в начале отношений, что между нами? Ни в коем случае. Это роковая ошибка. Никогда не нужно, ни при каких условиях, мужчину спрашивать, что между нами. А еще, клещу. Какие у тебя планы на меня? Ты вообще, давай подумай, у нас серьезно вообще все? Ты на меня серьезно рассчитываешь? Это для мужчины, как вообще красная тряпка для быка, они вообще в ужас впадают от этого. Вернее, даже не красная тряпка для быка, а он просто сбежит. Все. Если вы этого не хотите, ни в коем случае задавать такие вопросы не нужно. Что я хочу вам сказать? Ребята, 5 апреля стартует новый марафон про женско-мужские отношения. Называться он будет «Ты и я». Как вам больше нравится «Ты и я» или «Я и ты». Наверное, сначала «Я и ты». У меня были мужчина и женщина, он и она, а теперь «Я и ты». Правда? Короче, 5 дней подряд мы будем с вами по часу, как обычно, в интерактивном режиме онлайн, работать продуктивно, насыщенно очень. Соответственно, чтобы на него записаться, нужно просто пройти по ссылке в описании под этим видео. И там все будет четко прописано, что там будет происходить в первом дне, во втором дне, в третьем, в четвертом и в пятом. Этот марафон не будет похож ни на первую, ни на вторую ступень. Это у нас с вами третья ступень, там будут рассматриваться совершенно другие темы. Также мы будем делать с вами волшебные упражнения, домашние задания. Я знаю, что вы очень любите мои домашние задания и мои упражнения. Вот, мои дорогие, любимые. Что, что, что? Ничего, ничего. Вот рассказала все, да? Что-то еще хотела сказать, но я забыла. Все, я вас целую и обнимаю. До новых встреч.